Обычно, когда на Яндекс.Дзен блокируют какие-то каналы, это не очень хорошо, потому что блокируют не всегда то, что нужно. Ну, как я вам уже показывал, был в ленте контентный спам, провели массовую зачистку, но контентный спам остался. Но в данном случае, которое происходит сейчас, все не так однозначно. За июль Яндекс.Дзен заблокировал более 26 тысяч каналов. Помимо этих 26 тысяч, с января по июль 2021 было заблокировано еще более миллиона публикаций. Просто очень-очень много публикаций. Но о том, что публикации тоже блокируются не всегда справедливо, я рассказывал в прошлых двух видео. Если не смотрели, посмотрите в подсказках, прикреплю. К счастью, там ситуацию удалось решить благополучно. О том, почему Дзен будет продолжать блокировать каналы, о том, какие это каналы и как не попасть в этот список заблокированных каналов, мы сегодня и поговорим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Дзен говорит, что все эти 26 тысяч каналов и каналы, которые были заблокированы до этих 26 тысяч, были каналы с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи. Но мы-то знаем, как жалуются пользователи, то есть не понравилось что-то, они и жалобу отправили сразу. Но тут говорят, ситуация немного в другом. В телеграме их сообщение даже начиналось со слов, что у нас крутая новость для блогеров и плохая для манимейкеров. Манимейкеры это тот, кто пытается заработать быстренько денег, не особо налегая на качество самого контента. Ну то есть заблокированные публикации, по словам самого Дзена, были публикациями с кликбейтом, шок-контентом, спамом, фейками и другими нарушениями. Такие каналы и фабрики каналов, которые принадлежали так называемым манимейкерам, отъедали заработок у нормальных блогеров. Ну собственно и показы отъедали. Теперь вот этот вот трафик заблокированных каналов перейдет, по словам Дзена, обычным нормальным блогерам, которые стараются. И вот чтобы обычным блогерам было проще отслеживать качество своего контента, совсем недавно была внедрена система как раз вот этих предупреждений. О предупреждениях я видео записывал, в подсказках прикреплю, посмотрите. То есть не всегда корректно они срабатывают. Но на самом деле функция это довольно полезная, потому что на Дзене раздел правил просто огромный. И не всегда знаешь, где ты что нарушил, где что не так, а тут можно даже оспорить это. Сами менеджеры Дзен обычно говорят, что они конечно не участвуют в проверке и оценке контента, но тем не менее у них, насколько я знаю, есть возможность перепроверить его. То есть если алгоритм ошибся, то нажать кнопку перепроверки и тогда будет выяснено, ошибочно вынес вердикт алгоритм или не ошибочно. Тем не менее вот в прошлом видео я рассказывал, что у меня это затянулось на долгий-долгий период. Но вернемся к теме массовой блокировки каналов. Как вы знаете, Дзен совсем недавно просил всех отправить селфи с паспортом. По сути это сбор информации на пользователей. Теперь у каждого пользователя есть, скажем так, своеобразный профиль. И то есть посылая селфи с паспортом, вы говорите, вот это вот действительно мой канал. И то есть у Дзена информация, что скажем там Игорь Кретов ведет такой-то канал, такой-то канал, такой-то канал. И если на одном из моих каналов есть какие-то нарушения, то будут страдать и все остальные каналы. И скажем так, если я веду один канал нормально, а на втором почву какую-то чепуху, фигню и там не очень честно зарабатывают деньги, то не будут со мной по монетизации заключать договоры вообще ни на одном из каналов. Вот такая вот теперь система. Дзен по сути теперь разработал систему профилей. То есть он отслеживает, какие каналы мы создаем, как мы их ведем, как реагируем на какие-то публикации. Создает историю с нашим поведением на платформе. Если ведем мы себя не очень хорошо, то нас относят в категорию плохого поведения. И соответственно в ленту рекомендаций публикации нашего канала уже не попадают. Так что опять же здесь такой момент, что если у вас один канал плохой, другой хороший, и оба они зарегистрированы на вас, то скорее всего пострадает и второй канал, который хороший. И именно поэтому я раньше рекомендовал не продавать свои каналы. То есть если вы берете свой канал какой-то и продаете, а канал зарегистрирован на вас, то потом вы зарегистрировали другой канал, а вам бам и прилетает там какое-то ограничение. Заблокировали канал за нарушение каких-то требований платформы. Вы удивляетесь, пишете в поддержку, оказывается, что причина была как раз в том канале, который вы продали. Потому что человек, которому вы продали, начал постить на нем какой-то спам, начал как-то там зарабатывать не очень честным способом. И в итоге пострадали-то, конечно, вы. А тот человек, он просто пойдет купит еще какой-то канал у кого-то, и другой человек пострадает от этого. Так что продавать каналы нет никакого смысла. Да и покупать, собственно, тоже канал с монетизацией нет никакого смысла, потому что вы опять становитесь зависимы от того человека, на которого вы вообще никак не можете повлиять. Он может ему все надоест, он начнет постить контентный спам на своем канале, а вы этот канал купили и лишь решили на нем нормально зарабатывать. Но канал-то зарегистрирован не на вас, по сути, и создавали его не вы, а отвечать вам придется совсем с другого человека, вот. И чтобы избежать каких-то ограничений на платформе и не стать плохим блогером, Дзен даже выпустил список рекомендаций. Собственно, звучит он так, что не стоит покупать какой-то контент у посторонних, нужно писать самому. И тем более не вестить на всякие предложения быстрого взлета, что вам раскрутят канал, это как бы не особо здесь работает. Естественно, не стоит пускать незнакомых людей в свой аккаунт, давать им доступ к паролям, логинам каким-то, давать им попользоваться своей админкой. Следующий пункт, как я уже говорил, не покупать и не продавать каналы, Это допустимо, если только знаешь и доверяешь человеку, у которого покупаешь, и историю его каналов. В публикациях своих не стоит размещать подозрительные ссылки на какие-то непроверенные ресурсы. Дзен за этим, на самом деле, очень строго следит. Такое может быть, если рекламодатель пишет вам напрямую в личку, говорит, вот так и так хочу в вашей статье прорекламировать свой товар, разместите там вот ссылку на него. И вы не посмотрели, разместили, а там ведет на какой-то вредоносный ресурс, либо на мошеннический сайт. И вот это вот ваше нарушение будет учтено, и в дальнейшем ваш канал может от этого пострадать. Либо вы вообще лишитесь монетизации. Ну и последняя их рекомендация была довольно абстрактная, типа, учитесь на своих ошибках, старайтесь не нарушать правила. Ну и говорят, их система предупреждений дает для этого все инструменты. Хотя, по моим ощущениям, система пока работает не очень хорошо. Но, по сути, это же система предупреждений, и то есть мы просто с вами знаем, за какую глупость или не глупость заблокирована наша публикация. И можем это оспорить. Как я уже сказал менеджеру, достаточно просто нажать перепроверку. Но, опять же, если вы считаете, что вашу публикацию ограничили несправедливо, добивайтесь справедливости. Пишите им ВКонтакте, пишите им в поддержку на почту, потому что вот эти вот «их так решил алгоритм» — это не всегда объективно. Что касается заблокированных каналов, тут, как я уже сказал, ситуация не совсем однозначная. С одной стороны, как мы уже заметили, Дзен не всегда справедливо блокирует какие-то каналы, не всегда справедливо блокирует публикации. То есть, возможно, у вас более-менее нормальный канал, а вам прилетело ограничение, и вот доказывай, что ты не верблюд. С другой стороны, на Дзене действительно, как я много раз уже показывал, очень много каналов с контентным спамом. Какие-то каналы, которые просто пытаются срубить бабла по-быстрому. Вот эти все бабушки-коллекторы, однотипные истории. И на этих каналах везде есть реклама. Но я думаю, если Дзен взялся за систему профилей, если Дзен сейчас смотрит вот селфи с паспортом этим, если смотрит, чтобы все каналы были зарегистрированы на одного человека и блокирует, если человек нарушает, то, возможно, ситуация со временем улучшится. Потому что действительно, вот эти вот манимейкеры, которые вот нечестно рубят бабло, устраивают там, скажем, фермы из каналов, которые как раз крутятся за счет всяких кликбейтных заголовков, типа, внук украл у деда медали, к бабушке пришли коллекторы. Ну и тому подобная гересь, которая замаскирована под жизненные истории, причем это всегда выдуманные истории с одним и тем же сюжетом. На некоторых есть накрутки, на некоторых нет накруток, но такие каналы у нормальных блогеров отъедают значительную часть показов, значительную часть дочитываний, и в результате мы с вами лишаемся нормального заработка. Ну а у нас с вами заработок падает, а у тех, кто это на промышленные рельсы поставил, скажем так, на поток, им как раз и идут наши деньги, и это не совсем честная конкуренция, но будем надеяться, ситуация теперь изменится. Вот, двоякая ситуация, посмотрим, как все будет реализовано. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока!